Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами на библейском портале экзегет. Мы с вами начинаем читать книгу Тавита. Читаю я в русском переводе. Этот перевод сделан с греческого текста. И, насколько я знаю, только синодальный перевод существует на русский язык. Хорошо. Итак, книга начинается с описания того, откуда и от кого происходит Тавит. Имя Тавит – это греческая форма еврейского имени Тавиягу, которая означает благо Яхвы или благочестие Яхвы. В латинском переводе, чтобы было интересно, Тобиас. Тобиас – это как раз Тавит. Перечисляются имена его предков, что свидетельствует о знатности рода. Хотя евреи знали своих предков и гордились своим происхождением. И поэтому Тавит действительно мог быть каким-то знатным человеком, а мог быть обычным человеком, который просто знает свою родословную. Он происходил из колена Нефалимова. Колено Нефалимова после завоевания землеобетованной получило землю в Галилее, то есть на севере. И говорится о том, что он жил в Фисве, которая находилась возле Кидии и недалеко от города Осира. Давайте здесь разберемся, что это за города. Ну, Фисве – это небольшое селение. Кидия – это тоже город. Это они известны, где они находятся. Единственная сложность выше Осира, по мнению следователей, это, скорее всего, город Осор. Значит, и вот говорится о том, что во дне сирийского царя именно Сара взят был в плен. Что это за история? Значит, немножечко отвлечемся, чтобы было понятно. Единое царство евреев распалось на две части после смерти Соломона. Два колена создало Иудейское царство или Южное царство. Десять колен создали Северное или Израильское царство. Значит, в Южном царстве столица была всегда одна – это Иерусалим. А столица Северного царства, она так перемещалась. Но последняя столица времени, о которой здесь идет речь, это была Самария. В Южном царстве были благочестивые цари и неблагочестивые. Ну и, соответственно, народ был то благочестивым, то неблагочестивым. В Северном царстве все цари были неблагочестивые. Менялась только степень их неблагочестия. И вот за это нечестие, о котором там будет дальше идти речь, Бог посылал на Северное царство завоевателей, впрочем, как и на Южное, но мы сейчас говорим про Северное царство. И самый главный враг – это были ассирийцы. Страна Ассирия, город Ниневия, их столица. И ассирийцы несколько раз приходили, захватывали, уводили в плен, но в конце концов в 722 году окончательно захватили Северное царство и практически всех евреев депортировали в разные части Ассирийской империи. Здесь назван Эминасар – это Салмонасар в ассирийских текстах. Значит, и он уводит Тавита из колена Нефалимова. Там есть определенная сложность, потому что, видимо, колено Нефалимова уводили несколько раз. До Салмонасара царствовал другой царь, который как раз захватывал это колено Нефалимова и евреев депортировал. Но, видимо, не всех. И вот в этой истории Салмонасар как раз увел и Тавита. Значит, дальше начинается рассказ от лица самого Тавита. Я Тавит. И он рассказывает, как он жил до того, как его отвели в плен. Он говорит о том, что «Во все днижности мои ходил путями истины и правды, и дел много благодеяния братья моих, и народу моему пришедшим месяц со мной в страну ассирийскую, в Ниневию». Значит, вот описание Тавита показывает человека идеального с точки зрения Ветхого Завета. И еще, если читать книгу Тавита, то появляется такое ощущение, что вот что-то читаешь знакомое. Действительно, это так. В Ветхом Завете есть книга Иова, которая рассказывает тоже о человеке, жившем благочестиво и пострадавшем. Пострадавшем ни за что. И вот здесь как раз вот эти параллели есть. Четвертый стих рассказывает о том, как жил Тавит до переселения. «Я жил в стране моей, в земле Израиля, будучи еще юношей, когда все колено Нефалиму от самого паха находилось в отделении. В отпадении от дома Иерусалима избрано от всех колен Израиля, чтобы всем им приносить там жертвы, где освящен храм селения Всевышнего и утвержден во все роды навек». Когда единое еврейское царство распалось, то первый царь Северного царства, который звали Иеравам Первый, потому что был еще Иеравам Второй, вот этот Иеравам Первый, он понимал, что если евреи Северного царства будут ходить на поклонение Богу в Иерусалиме, а в Иерусалиме был храм, то рано или поздно эти царства объединятся, потому что у них единая вера, единый язык, ну, как бы единая история. И вот, чтобы оторвать Северное царство от Южного и от Иерусалима, он вводит культ Золотых Тельцов, он делает две статуи, одну статую он ставит на севере своего царства в городе Дании, строит храм и туда ставит эту статую. Вторую он ставит в Вифиле, тоже храм, тоже статуя, и это дорога, как раз ведущая в Иерусалим. Чтобы евреи не ходили, ну, вот они там собрались идти в Русалим, раз, вот он вам в Вифиле, зачем так далеко идти. Ну, и, соответственно, в Дании это тоже для северных калин. И вот этот культ, это культ Яхве, культ истинного Бога, но неправильный культ. Получил название в ветхом заводе «Грех Иеравама». То есть, когда неправильно поклоняются истинному Богу. Вот. И евреи начали туда ходить. Все это было очень плохо, потому что это был культ Тельцов, который рано или поздно приводил евреев к отпадению от истинного Бога и впадению в откровенное уже язычество. «Когда все отложившиеся колена приносили жертву валу, юницы, так и дом не фалим отца моего». Значит, здесь есть определенная сложность в этом тексте. И здесь мы можем только реконструировать, что было в первоначальном или что хотелось сказать автору. Смотрите. Здесь сказано, что приносили валу, запятая стать, юницы. Ну, в древнем тексте нету запятых. И получается, что за вот это про юношу или девушку непонятно. Потому что не было культа валу, юноши или девушки. И, скорее всего, имеется в виду следующее, что часть народа приносили жертву валу, а часть народа приносили жертву вот этим вот Тельцам. Юным, да, Тельцам. В этот грех Тавид не впадал. Я же один часто ходил в Иерусалим на праздники, как предписано всему Израилю установлением вечным с начатками десятины произведений земли и начатками шерсти овец. Я дал это священникам, сынам Аарона для жертвенника. Десятину всех произведений дал сынам Левиным, служащим в Иерусалиме. Другую десятину продавал. И каждый долг ходил и сдерживал ее в Иерусалиме. А третий дал, кому следовало, как заповедовал мне Девора, мать отца моего, когда я после отца моего остался сиротой. Давайте здесь разберемся, почему он ходил в Иерусалим. Потому что единственное место, где можно было приносить жертвы, это был храм. Плюс к этому закон предписывал три раза в год всем мужчинам являться в Скинию. Это было на Пасху, на Пятидесятницу и на Кущей. И дальше говорится о десятине, которую он платил. Ну, здесь перечисляются все десятины. На самом деле, евреи платили не одну десятину, они платили несколько десятин. Там получалось не каждый год. Здесь можно понять, что каждый год он платил три десятины. Нет, они платились через несколько лет. Но Тавид подчеркивает, что он платил все десятины. Десятина – это та вещь, которая показывала благочестие человека. Значит, следующий рассказ. «Достигнув мужеского возраста, я взял жену Анну из отеческого нашего рода и родил от нее Тавию». Значит, здесь очень интересный момент. Разрешал ли закон браки с иноплеменниками? Да, разрешал. Но только в том случае, когда будущий супруг или супруга принимали иудаизм. Ну, например, книга «Руфь» как раз об этом рассказывает. «Руфь приняла иудаизм и вышла замуж за ВООЗа». Ну, и все хорошо. Но вот ко времени написания книги, а это третий или второй век до Рождества Христова, у евреев, скажем так, складывалось вот это представление. Лучше жениться все-таки на своих. То есть вот человек родился в иудаизме, вырос в иудаизме, и вот это лучший брак. И вот здесь как бы это подчеркивается. Я взял Анну из отеческого нашего рода. То есть она была рожденной в иудаизме. «Когда я отведен был в плен, все братья мои и иноплеменники ели от снедия языческих, а я соблюдал душу мою и не ел, ибо я помнил Бога всей душой моей». Значит, что за снедия языческие? Значит, здесь можно понять двояко. Либо они ели все подряд, не соблюдая правила кашрута, то есть правила чистой и нечистой пищи. Эти правила описаны в книге «Левит», и там достаточно подробно рассказано, что можно есть, чего нельзя есть. И либо снедия языческие – это идоложертвенное, что тоже запрещено, даже если эта пища чистая, разрешенная, но если она принесена в жертву, то ее есть нельзя. Отчасти эта история напоминает историю, которая произошла с Даниилом и его друзьями. Они тоже были отведены в плен, их тоже кормили языческой пищей, и они отказывались ее есть. И вот Тавид отказывается это есть, и даровал ему Бог милость и боговоление Менассара, и был ее у него поставщиком, и ходил в Мидию, и отдал на сохране Гаваил брата Гаврия в рагах Мидийских 10 талантов серебра. Тавид был достаточно успешен, потому что он становится поставщиком двора. Ну, может быть, вы помните, что это поставщик императорского двора, да? Вот. Порядочно денег, потому что он зарабатывает 10 талантов серебра. Талант – это достаточно большая сумма денег. Обратите внимание, что используется греческое название. Ну, непонятно, какое, конечно, стояло там в подлиннике, но это достаточно много. Цифра, вот сколько в таланте было, она там разнилась, от 20 до почти 40 килограмм. То есть сумма эта достаточно большая. Значит, дальше рассказывается, начинаются, можно сказать, несчастья Тавито. Когда же умер Эмин Ассар, вместо него воцарился сын его Синахерим. Не совсем так было, потому что Синахерим – это сын Саргона. И понятно, что между Салман Ассаром и Синахеримом есть исторический промежуток. Но здесь в данном случае неважно. Евреи использовали слово «сын» как потомок. Не обязательно прямой сын, да? Просто потомок. Или преемник даже. «Которого пути не были постоянные, ее жене мог ходить в Мидию. В одни Эмин Ассары я делал много благодейений братья моих. Алчин давал хлеб мой, ноги, одежды мои, и если кого из пленей моего видел умершим, и выброшим за стену Ниневии погребал его. Тайно погребал тех, которые убивал цар Синахерим. «Когда обращенный в бегство возвратился из Иудеи, а у многих умертвил в ярости своей и отыскивал царь трупы их, но их не находил». Давайте разберемся, что там за история. Значит, мы понимаем, что это время, когда Северное царство уже пало, и опасность придвинулась к границам Иудеи. И вот царь Синахерим, он напал на Иудею, окружил Иерусалим и попытался взять Иерусалим. Но, значит, четвертая книга царства рассказывает о том, что Бог послал своего ангела, и в армии Синахерима начался мор. И от этого мора, в общем, результатом этого мора было то, что Синахерим взял и снял осаду и ушел. И у него ничего не получилось. Есть такой памятник, называется «Призма Синахерима». Это такой многогранник, по-моему, шестигранник. Значит, многогранник, на котором на гранях написана история царствования Синахерима. И что интересно, вот рассказывается об осаде, но если про другие города рассказывается, что он их взял, то об этом городе говорится, что он его не взял. Ну и вот царь возвращается, у него ничего не получилось, а тут живут евреи, и, в общем, он вымещает свою злобу на этих евреев. Ну и вот Тавид чем занимается? Он собирает трупы евреев и хоронит их. Читаем дальше. «Один из невитин пошел, донес царю, что я погребаю их. Тогда я скрылся. Узнавши, что меня ищут убить, от страха убежал из города. И было расхищено все имущество мое, и не осталось у меня ничего, кроме Анны, жены моей, и Тави, и сына моего». Он убегает, и неизвестно, почему эта история заканчивается, но два сына Синахириба убивают, убивают Синахириба, и после этого убийства убегают в горы Рацкие, и вместо него воцарился сын Сахердан. Это третий его сын, который не участвовал в этом заговоре, и который поставил Ахиахара, Анаила, сына брата моего, над всей счетной частью царства своего и над всем новым правлением. И Хадатсал и Ахиахар за меня, и я возвратился в Невию. Ахиахар был же Виночерпий, и хранитель Персня, и домоправитель, и казначей Асахердан поставил вторым по себе. Он был сын брата моего». Значит, что здесь интересно. Вот Виночерпий – это не бармен, который там разливает вино. Это человек, который следит за пищей царя. Один из способов устранить царя – это его отравить. И поэтому человек, который следит за едою, он занимает очень важное место. И вот этот Ахиахар как раз и помог Тавии вернуться. Вернуться и начать жить прежней жизнью. Хорошо. Мы с вами прочитали первую главу. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Мы с вами были на библейском портале «Экзегет». Спасибо за внимание. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok